Спасибо, Марина. Добрый день, друзья. Я бы хотел вначале вот этот пас про искусственные лакуны и про выделение какого-то объема как бы сразу вынести за рамки. Дискуссия, потому что любое искусственное ограничение, оно как бы порой неэффективно и у государства много других еще задач, которые возможно требуют таких же лакун и не хотелось бы, чтобы лента нашей соцсети превратилась в одни приоритетные темы, которые пользователь не всегда может быть заинтересован. При этом мы как компания ВК обладаем очень обширными платформами, где можно размещать контент в любом формате. Видео, текст, две социальные сети, контентная платформа Дзен, Учиру, которая тоже входит в наш холдинг, где, по-моему, уже больше 10 миллионов школьников присутствует. Тут очень важно, что любое… А, еще бы, чтобы я хотел разделить, условно, обязанности площадок, в том числе и медиа, и нас как контентных платформ, любых других, которые существуют на рынке, и обязанности тех, кто должен продвигать научный контент, либо заниматься популяризацией этой темы. Площадки в этом смысле предлагают все возможности, которые имеют любые другие компании, бренды, организации, которые хотели бы что-то донести до аудитории. И тут очень важно всегда помнить о том, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы должны приходить со своим контентом туда, где есть наша аудитория, и не менее важно приходить с контентом в том формате, в котором эта аудитория на этой площадке привыкла потреблять. Он максимально для него понятен, интересен и не вызывает отторжения с точки зрения того, как он представлен. Зачастую мы часто видим, что контент копипастится, извините за это слово, от площадки к площадке, он один. Создаются какие-то разделы на сайтах, например, посвященные детям, где одна картинка и вот такой лонгрид, который странно будет представить, что ребенок, даже если будет рядом стоять бабушка и мама, осилит и вовлечется в этот контент. Поэтому мой призыв ко всем, кто занимается популяризацией науки и продвижением, четко понимать, в какой аудитории метишься, сегментировать ее достаточно узкими группами, потому что по факту у нас с вами, когда мы хотим что-то в ленте пользователю сказать, есть 8-10 секунд, чтобы привлечь его внимание. И это конкуренция всех со всеми. Любой тематики, будь то это коммерческая реклама, будь то это какая-то общественно-политическая информация, развлекательная, мы все конкурируем за одних и тех же пользователей, за его внимание, и у нас есть 8 секунд, чтобы вовлечь его в нашу коммуникацию. Опять же, часто вот это вот упускается. А дальше уже смотреть, кто тебе нужен, где он находится, где он потребляет контент и каким образом тебе донести то, что ты хочешь рассказать. У нас есть несколько примеров. У нас, во-первых, есть собственное сообщество ВКонтакте, которое называется В науке, которое поддерживает в том числе и сообщество, создающее научно-популярный контент. Пользователи и ВКонтакте, одноклассников тоже много достаточно групп и вовлекающих групп, которые говорят про науку или о науке. Я просто приведу несколько примеров. Ну, например, в Дзене у нас один из лидеров это РГО. Как бы со своим клевым интересным контентом. Очень увлекающие паблики Nature Sides, популярная астрономия ВКонтакте, ну вот и N plus 1 в том числе. В Одноклассниках популярная наука. Не забывайте, что есть еще ВК-видео и ВК-клипы, где тоже ваш контент может быть представлен в другом формате. В длинном, популярном, вертикальном и горизонтальном. Но что самое важное? Очень важно закладывать в свою коммуникацию некую геймификацию. Представление контента. Например, для проекта «Чистая Арктика» мы делали такое мини-приложение «Билет в Арктику». 10 молодых ученых или людей, которые хотят изучать Арктику, могли получить возможность съездить в экспедицию и проделать какую-то научную работу. При этом можно было попытаться искать этих десятерых, но мы сделали такое мини-приложение, где было очень много разных квестов, викторин в таком очень приятном и понятном формате, где каждый мог пройти тест и узнать некий свой уровень понимания научных каких-то тем, связанных с Арктикой. И очень важно, что за каждое прохождение теста люди получали определенную награду, нематериальную, какие-то ачивки, специальные бонусы. И это мотивировало их возвращаться, особенно если они понимали, что у них очень низкий результат. И по факту сообщество «Чистой Арктики», например, вырастило число своих подписчиков на 300% за период два месяца, пока шел проект. 7,5 тысяч человек получили достаточно высокие результаты этих тестов, и 300 тысяч уникальных пользователей вообще вовлеклось в коммуникацию с проектом, а значит, прочитала, узнала и отложила для себя какую-то информацию. Отдельно хотел бы, пользуясь случаем, отметить наших коллег из Росатома, которые уже несколько лет делают много, несколько проектов, направленных на популяризацию науки, научной деятельности, молодых ученых. У нас был проект «Билет в Арктику», очень популярный, который с какого-то момента в том числе появился в соцсетях. И мы там собирали заявки от школьников на этот проект, параллельно с другими каналами, коммуникациями, было очень эффективное решение. Сферам, которые также входят в нашу экосистему, мы проводили атомный урок и уже работали с учителями и со школьниками, опять же, рассказывая про атомную отрасль с точки зрения науки. И в заключении, еще одна как бы просьба, возможность для роста для всех, кто занимается популяризацией науки. Очень часто происходит, что популяризаторы останавливаются на одном контакте с пользователем. Сделали компанию большую, красивую, даже вовлекающую. И не происходит, я позволю себе такой маркетинговый термин, проталкивание пользователя по воронке, когда ты его познакомил со своей тематикой. И дальше ты с ним не продолжаешь коммуницировать, не предлагаешь ему там ни сервис какой-то, ни возможность дальше с тобой взаимодействовать, как-то участвовать в мероприятиях. Часто вот это дальнейшие шаги, они не происходят. И таким образом все инвестиции финансовые, трудовые, интеллектуальные, да, они заканчиваются вот на этом первом этапе. И там с каждым Новым годом или с каждым Новым годом чего-нибудь происходит опять сначала один контакт и все заканчивается. Поэтому очень здорово, что, во-первых, десятилетие науки, я уверен, что за 10 лет как раз можно вот этот вот, тех, кого мы вовлечем и влюбим в науку и в научную деятельность, начиная со школьной скамьи, можно будет к концу десятилетия увидеть в виде новых исследователей, новых научных работников и людей, которые работают в этой сфере. Спасибо.